Волейбольного клуба «Протон Бояс» сейчас в данный период в составе управления волейбольного клуба «Протон Бояс». Основные претензии к министру? Основные претензии к министру это то, что он не подписал заявочный лист на участие в чемпионате России. Еще одна из претензий то, что он направил в Российскую Федерацию волейбола письмо, то, что ограничит нас в работе, а сделает работу другой команды. И претензии в том, что работники клуба лишились существования, жизни, работы, неподписания именной заявки на участие в России. Мало то, что это игроки, это тренера, и еще много работников в клубе. Это руководство, это муклотера, это доктора, это пассажисты. Ну, в общем, большой, очень большой штат работы в команде. Когда на тот момент, когда было неподписано, было 45 человек. Соответственно, мы убираем нагрузку. Ну, представляете, нагрузка висит на любой клубе. Она с каждым месяцем все больше и больше. Игроки с игроками находим общие знаменатели. Игроки некоторые переходят сюда, некоторые уезжают в другие регионы. Так что с игроками молодежной команды вообще непонятно, что они делают. Они всем пообещали, в частности, Валентина Владимировна Гречужина, Абросимов Александр Владимирович, Годаль Анатолий Михайлович, что они всех возьмут в себе с нагрузкой, которую они должны. Никого они так не взяли. Не взяли мало то, что всех местных воспитанниц. Они просто кинули, можно так сказать, прямой то, что эти люди, ну, это просто неуважение к людям, неуважение к своим местным игрокам, местных воспитанниц, родителями, ну, просто бросили на производство. Игон, теперь девочки входят, устроите нас куда-нибудь, ну, что-нибудь нам сделать, если родители, сами родители начинают покупать лицензии. Ну, это вам о многом говорит. Еще наши действия, ну, во-первых, о спарнине неправильного решения Всероссийской Федерации Голейбола. То, что они по пункту того, что не подписание заявки, было все правильно, но это напрямую касалось нас, теми письмами, которые направил Валентин Владимирович Гречушников, на то направил Анатолий Михайлович Годель, что обросил Александр Владимирович на правил письма Федерации. Тем самым они лишили работы команды. Работы команды для участия, команде 30 лет. 30 лет, а в одночасье по чиновничным какому-то беспределу просто лишают людей работы. Вот, знаете, мы с самого начала, мы до сих пор не можем понять этого. Может, как они, мы предполагаем, что это, может, коррупционная схема, может, еще что-то, но это не нам разбираться, пускай Следственный комитет, прокуратура разбираются ими действиями, как они приняли, что они злоупотребили своим служебным положением и поставили людей, просто оставили без работы.